Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро всем, 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 кто нас сейчас слушает, кто подключился сейчас и кто слушает уже второй час. Сейчас программа «Личное утро» на радиоболтком. Веду её сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Евгений Копеин. И «Личное утро» вместе с нами сегодня проводят долгожданные гости. Это Игорь Пронин, продюсер компании «Форма Профилмс» и актриса Светлана Иванникова. Она, кстати, директор по кастингу в этой же компании. Доброе утро. Доброе. Доброе всем утро. Очень вас давно ждали и рады, что вы пришли. И наши радиослушатели тоже рады, потому что уже мы получали отклики, как хорошо и какие интересные у вас гости. Я надеюсь, что мы их не разочаруем. Ну, давайте с чего начнём? «Личное утро» у нас так предполагается с утра начинать. Расскажите о вашем «Личном утре». Вот как обычно оно проходит? Одинаковое или каждое утро порадо? У нас какое-то время с Игорем уже разное утро. Вот поэтому вы расскажете каждое. Мы просыпаемся в разных местах. И засыпаем в разных местах, и просыпаемся в разных местах. Ну, примерно, одно и то же, я так полагаю. Я могу быстро на правах девочки рассказать. Моё утро такое. Я включаю чайник, а потом иду спокойно чистить зубы. Потом возвращаюсь, включаю кофемашину. Я пью кофе, потом звоню в зелёную лампу. У меня забит телефон. И призываю всех это делать. И я даже ещё не знаю, кому я звоню. Для кого. С утра сделаю доброе дело. Ну, мне сразу, честно говорю, мне прямо очень хорошо делается. Я звоню и говорю, ну, будь здоров, дорогой. Кому я это говорю, это не важно. Я прежде всего для себя это делаю. Ну, я должна напомнить тогда этот номер. 9-3-0-6-3-8-4. Да, у меня он запятый, могу продемонстрировать. Всем рекомендую это сделать. Ну, а дальше уже всё как у всех. Дальше всё идёт хорошо. Душ, работа, звонки и всё. А сегодня вот дождливое утро чем-то отличается от солнца? Во-первых, эта дождь кончается в тот момент, когда я выхожу из дома. И уже вторую ночь я не сплю, потому что я слушаю этот дождь. Но, к сожалению, я стихов не пишу. Может быть, я бы что-то в этом смысле изобразила. Но ещё не вечер. Ну вот. А потом утро, он заканчивается. Но запахи. Боже, боже. Мы шли через парк. Я говорю, боже, ну это невозможно. Я, по-моему, в прошлом году такого не видела. Игорь говорит, в прошлом году и не было такого. Не было этой осени. Игорь, а может быть. Игорь, а как твоё утро начинается? Как делать хорошим? Часто начинается с будильника. Или я уже проснулся раньше, потому что бывают всякие такие заботы, которые с вечера ты о них думаешь, и потом всю ночь о них думаешь, и утром просыпаешься, проспя немного. Бывает такое. А потом начинается утро. И я иду, включаю чайник, пью немножко горячей, тёплой воды такой, почти горячей. Потом иду в комнату к Оливеру. У меня сын такой Оливер есть, ему три года и два месяца. От края у него окна. Он не хочет просыпаться в садик. Не надо поднимать? Совсем. Надо. Ну, тоже не надо ему говорить. Родоподъём! Это совсем другое. И надо его гладить за ушком и потом как-то включать немного свет. И тогда он просыпается. Это счастливое утро. Счастливое утро. Да. И оно продолжается. Действительно, вот вам кажется, что сейчас по-другому? Природа какая-то стала другая. Иначе утро выглядит, воздух другой, чем было раньше. Или это такая иллюзия? У меня есть мнение. Я после Игоря скажу. Мне кажется, каждый день – это новая жизнь. Происходит очень много событий. Очень много разных мнений. И разных жизней происходит с нами и вокруг нас. Вот у вас стоит такая надпись удивительная. Юрист просит обязательно произносить в эфир эту фразу. Мнение редакции может не совпадать с мнением гостей радио. Но это факт. И это прекрасно. Можно не совпадать. Вообще-то оно должно не совпадать. Никакое одно мнение не должно бы совпадать ни с каким другим мнением. И когда так много вокруг, когда такой год 2020, когда всё поменялось совершенно, и мы думали, что мы проживём этот год вот так, а мы его проживаем совершенно по-другому. Ну, может быть, уже наконец хватит планировать жизнь. Просто выходить каждый день утром и думать, я сегодня родился. Какой-то новый мир. Ты просто сначала должен сказать спасибо, что проснулся. Родился – это уже вторая идея. Вторая мысль. Нет, у меня недавно был один разговор с одной знакомой, у которой стало всё хуже с мамой. И она не ожидала, что бывает хуже. И мы тоже не ожидаем, что бывает плохо. Или бывает смерть. Но мы даже не знаем, куда мы попадём, и что там будет дальше. Так же, как и следующим днём мы проснёмся, и мы не будем знать, а что же там... По сравнению с тем, что мы ожидали. Мы всегда планируем что-то другое. Есть такой Толл, который... Ну, он сам как бы философ, но он сказал, как очень просто написать пьесу или сценарий хорошего фильма. Можно в одной фразе выразить. Всё было очень хорошо запланировано, но что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Кстати говоря, как хорошая формула для сценария, конечно. А я ещё думаю, что по поводу того, что-то такое другое какое-то, другая осень и другое всё. А мне кажется, это накопление лет, когда тебе прибавляются эти годы, и уже ты можешь вспомнить какое-то там безумие какой-то осенью или какой-то зимой. И если ты ещё, слава Богу, это можешь вспомнить, и слава Богу, у тебя голова ещё такая, что она может что-то помнить. Но прибавляются годы, как будто меняется хрусталь глаз. Как красиво. Тебе всё ярче. Тебе всё вспышками. Только бы не забыть, только бы вот успеть это впитать. И всё, что происходит вокруг тебя, это всё для тебя. И всё ты сейчас, всё живёшь, всё, все часы, все времена года, ты живёшь только для себя, потому что тебе надо ещё успеть, кому-то что-то такое успеть рассказать. Какую-то формулу радости сейчас произнесла. И то есть ты хочешь сказать, что наше внутреннее состояние влияет на то, какие будут закаты, вот в этом году совершенно сумасшедшие закаты. Они уже два года такие. Два года. Как красиво, да? Какой красивый стал мир. То есть можно сказать, как ужасен мир, и как он стал прекрасен. Это всегда рядом. Это же всегда рядом. Я недавно читал про женщину, которая изучает какие-то институты, она никогда ничего не забывает. И там что-то 43 года, она никогда ничего не забывает. О, я не хотела бы. А как результат, оказывается, она не может принять никаких решений. Ну да. Потому что она никогда ничего не забывает. Получается, всё влияет. Да, потому что для того, чтобы нам быть счастливыми, нам надо забывать. А так и есть. Нам надо очень много забывать для того, чтобы быть счастливыми. Не надо бояться забыть. Суть же не в том, чтобы стать компьютером последней модели и помнить всё. Он совсем даже не может пойти на свидание. А я думала, что это такой мой индивидуальный талант, потому что у меня... Я думала, что сначала это какое-то изменение в голове, а теперь я понимаю, что это такое щадящее что-то во мне. И потому что я не помню факта плохого. Я помню атмосферу. Я помню время года. Я помню краски вокруг. Плохой, пусть стирается. Я помню, что-то такое там было. А вот подробно. Это замечательно. Я вообще не помню. Вот давайте сейчас поговорим вот о чём. фразу какую-то я готовила. Пока мы тут вот стонем, жалуемся. Ах, какой дождь противный. Ах, какое утро. Не то. Может быть, у кого-то что-то не сложилось. Жизнь идёт обычным путём. И в это время, где-то за кадром нашей жизни, вот моей лично, происходит что-то очень интересное. То есть, есть люди, которые снимают фильмы в Латвии. Вот эти люди. Которые привозят сюда голливудских звёзд. Которые получают какие-то награды. Которые обеспечивают работой огромное количество людей. И работой, и возможностью вообще на экране показаться. Может, для кого-то это просто счастье. И вот эти люди сегодня в нашей студии. Игорь Пронин, Светлана. Давайте подробнее. Чем вы занимаетесь? Потому что довольно мало про вас информации можно найти. Вы как-то, наверное, больше работаете, меньше рассказываете. Ну, у нас жизнь, мне кажется, научила быть скромными. Ну, может быть, и зря. В какой-то момент, знаете, когда мы начали снимать кино, и приехали первые голливудские продюсеры, они сказали, есть две стороны. Либо ты в кадре, либо ты за кадром. Если ты делаешь кино, ты за кадром. Вы когда-нибудь видели режиссёра? Да, конечно. Они всегда стараются в своём кино где-то завсветить. В смысле в спектакле он не участвует. Рязанов всегда себе какой-то рад. Да, да, да. Чуть-чуть. Но это как бы как автограф. Ой, как автограф, да. Но кино... Кино в нашей стране, если так вот сказать, это для меня сейчас естественное явление. Я даже могу сказать, что года через три, может быть, четыре Латвии будут знать как страну, в которой снимают кино. И мы над этим работаем уже много лет. Кажется, что такая... Как-то случайно приехал там Микки Рурк, или вот Роберт Неппер, или там... Там много было уже. Супер Торнер, которые... Отдельно ещё поговорим, да. Вдруг они ходят здесь по этой земле. Это не случайно. Ну, я думаю, что это место счастливое, и как Бог туда что-то посыпал каким-то золотым песком, и здесь будет всё лучше и лучше. Сейчас это лучшая страна в мире. Мы на втором месте после Ватикана по безопасности, вы не заметили? Ну да, нам только почему-то... Везде запретили снимать кино. Так всё хорошо. А у нас можно. Если подумать, что это так легко, это нелегко. Это вообще никак не легко. Это нелегко. Надо прожить много лет, разориться много, потерять, потерять какой-нибудь дом, квартиру, заложить в собственную шкуру, и потом через какое-то время к тебе приедут голливудские актёры, и даже им будет здесь хорошо, и захотят остаться. Это вот и так пунктирам сейчас и в историю. Ну, понимаешь, мне кажется, тоже не стоит так уж подробно. Это вообще не тема для утра. Какой путь тернист? Насколько он тернист? Ну, почему не тема? Всех тернистый путь. Кто что-то делает, действительно что-то интересное, у всех тернистый путь. Что там говорить? Не возьмёмте нашего Христа. Довольно тернист. Ну, ладно, значит, мы тоже, я считаю, наша большая заслуга, то, что мы даём работу, я считаю, что у нас невероятно талантливые люди. Вот правда. Я этих латышских актёров, я их обожаю. Господи, боже мой, а как в них влюбляются все приезжие режиссёры? Ах, как их любят операторы! Они необыкновенно талантливые. А с каких цеха? Световики, звуковики. Мама моя дорогая, сколько выросло операторов уже только в нашей компании? Давайте по порядку, может быть. Какие фильмы? С чего началось? Во-первых, сразу, давайте скажем, когда это всё началось? Сколько лет? Много-много это понятно? Ну, а мы когда-то занимались телевидением, потом в 2008 году. Ну да, «Бальзам на душу». До сих пор все помни. Мы привезли сюда первый голливудский фильм «Храброе сердце» Рэны Сандлер. Получили «Эмми»? Да, он получил «Эмми». Мы с ними привезли, а вы его здесь продюсировали и снимали. Его привезли сюда. Это был первый и самый крупный на долгое время. Восемьдесят половиной миллионов был бюджет. Это большое было кино. Там, по-моему, более двух тысяч человек было задействовано. Три тысячи. Три тысячи. Три тысячи только детей было. А сколько было собак, лошадей, паровоз? Если фильм чуть-чуть так охарактеризователь для тех, кто не видел и хочет посмотреть, это фильм о потрясающей женщине Ирине Сандлер, которая реально существовала. Которая спасла из польского гетто две с половиной тысячи детей. Это реальная история. И даже на премьере этого фильма, на студии «20-й век Фокс» были люди, которых она спасла. То есть представьте, там вообще аплодировали все стоя, и в нашей жизни это случилось. Это, конечно, потрясающий проект. Зал огромный, аплодировал кому? Игорь, а как вот удалось? Претендовали на съемки и Польша, которая имеет непосредственное отношение к сюжету, и Чехия, и Литва, и Австрия, и Румыния, и Болгария. А выбрали почему-то Латвию. 2008 год, наверное. Нам очень хотелось этого. Нам очень этого хотелось. И все, этого достаточно. Да, у нас закрыли, нам не будут выдаваться проект перед этим, телевизионный. И немножко мы 4 часа переживали по этому поводу. Как-то мы не умерли. Ну ладно. И я сказал, давайте пойдем в Голливуд. Это была, конечно, идея потрясающая. Авантюра. Авантюра совершенно удивительная, потому что никаких связей не было. Но ровно через год мы привезли сюда фильм. Мы поехали. Это, конечно, удивительная история. По Америку поехали. Поехали и пришли. Да, и привезли сюда фильм в результате. Это было очень непросто привезти фильм в страну, в которой никогда не снимали фильмы голливудские актеры. Продюсеры очень сложные. Они не снимали. Они очень недоверчивые. Они вообще не знали, где это. Они не знали. Они всегда боятся. Мы когда обсуждали в отделении Техасского банка, который занимается кинопроизводством, потому что они понимают все там, что это выгодно. Где это Латвия? Они говорили, октябрь. Там же будет глубокий снег лежать. Как вы будете там снимать? Конечно. Хорошо, что у нас был режиссер из Канады. Он говорил, ребята, я живу в Канаде. Даже у нас не лежит. А мы по севернее будем, чем эта страна. Неважно. Это все старые истории. Это удалось привести. Мы продолжаем дружить со всеми. Просто нам очень хотелось. Нам очень этого хотелось. Я совершенно был идиотом сумасшедшим. Я вам точно говорю. Когда мы ехали с продюсером и режиссером, он говорил, а как вот это вот? Можно трамвай посмотреть? Я прям машину останавливал. Трамвай говорил, вот посмотрите. Звал водителя. Игорь удалось раздобыть в Латвии паровоз, который был без хода, он стоял и уже сжавел. И он был выкрашен, он был поставлен на рельсы. А рельсы тянули от окраины Латвии, тянули перед паровозом для того, чтобы специальные рельсы, чтобы перекатить. Мы договорились, уговорили Андрея Салу, чтобы они бесплатно нам на три дня отдали все железнодорожные пути. Можете себе представить? Нет, не могу представить. А потому что люди есть такие, которые на самом деле начинают сочувствовать. И если ты не имеешь большого греха какого-то за плечами, и не имеешь коварства... Ну, проект еще хороший. Ну, конечно, но все-таки хороший... В результате всего этого проект становится хорошим. Но вот Света начала другую сторону, это все как бы прошлое. Потом было очень непросто. Потом очень непросто, потом начался год, когда не возвращали налоги и так далее. Нам было непросто. Потом нас кидали дважды очень крупно, и надо было тоже... Мы прошли через партнеров, которые были не теми партнерами. Это все опыт и учеба. Мне кажется, опыт у всех такой. После каких-то вещей, после каких-то проектов, ты понимаешь по глазам человека. А, он инвестор? До свидания. Этот инвестор нам не нужен. Это потом будет беда и горе. И потом вот то, что Света сказала, что мы здесь сидим, мы как бы говорим, мы, мы... Это нельзя сказать, что мы. Работает огромное количество умнейших людей. Это правда. Умнейших людей. Я говорю на английском языке хуже всех. У нас вся работа ведется на английском языке. Да, это правда. У нас сидят сейчас... Вот сегодня в Риге есть там голливудский, очень известный в мире актер. Актер? Он работает. Нет, нам нельзя говорить. Мы будем говорить про будущее. Нет, нам пока нельзя, потому что это проект живой. Сидит режиссер, который 6 лет работал с Копполой, который сделал, огромное количество фильмов сделал, и с Тарантино, с Бертолучи, с Феллини. Да. Здесь, в Риге. И мы готовимся к следующему фильму. Можно говорить про прошлое, а про будущее не надо. Вот. И огромное количество людей, которые работают с ними, которые потрясающе делают удивительные вещи. В прошлом году мы сняли фильм «Сервайв». О нём уже можно говорить, потому что он вышел. Нужно, нужно. Это следующий вопрос мой был. И это фильм, который по бюджету был выше, выше, чем «Храброе сердце» Рэн Сандлер. Это было уже 12,5 миллионов. И в нём снималась Софья Тёрнер, которая была с Санзой Старк в тронах, престолах. Она жила здесь, в Риге, под чужой фамилией, естественно. В отеле, потому что это по контракту так должно быть. И мы снимали фильм «Катастрофу». Фильм, в котором самолёт с героини. Сейчас скажу, мы снимали его в Риге сначала. Мы купили несколько самолётов в Германии на свалке. У меня глаза округляются. Это кино. Это и есть кино. Это и есть чудо. Ничего не это интереснее вообще. Да, несколько с вами разрезали их. Нужным образом положили на стадионе Сконта. Мы на месяц закрыли стадион Сконта. Сделали в нём внутри 7 тысяч квадратных метров снежной пустыни, как будто бы это горы. Повесили там по краям горы, нарисовали. И там мы снимали катастрофу, которую можно снять, когда актриса или актёр, они выходят из самолёта, и за ними идёт камера. Вот так вот близко. Сделать это на реальной горе невозможно. По многим причинам. Мы сделали снежную бурю. А откуда снег брали? Из Канады? Снег мы брали. Это режиссёры канадского. В это время, да? Нет, снег, снеж, кино снегов есть шесть видов. Теперь мы знаем про это всё. Есть специальная компания Snow Business английская, которая делает снег на любом крупном событии. Они работали и с нами. Мы их убивали, конечно, по цене и так далее, и так далее. И у нас снег летел из всех пропеллеров, вентиляторов. Снег самый лучший. В мешках по 80 килограмм к нам прилетел. Потому что есть самый лучший снег, который делают из специального дерева, которое после того, как его выдули, и он упал, оно не пожелтеет на завтра. И завтра можно его снимать. А остальные пять видов снега, они испортятся. Это, пожалуй, я скажу, самые удивительные рассказы, которые я слышала за последнее время. То есть мы сейчас продолжим. Вам надо прерваться? Да, у нас будет небольшая пауза сейчас. Я просто напоминаю, что у нас в гостях Игорь Пронин и актриса Светлана Иванникова. И у нас личное утро на Болткоме. Через несколько минут мы продолжим эту интересную беседу. Мы продолжаем программу «Личное утро» на Радио Болтком. Наши гости сегодня – продюсер Игорь Пронин, актриса Светлана Иванникова. Мы говорим на очень интересную тему, как снимаются голливудские фильмы в Риге. Именно этим они и занимаются. Игорь, мы тебя прервали на рассказе о снежных бурях. О снежных бурях, да. Мешками по 80 килограмм. Мешками по 80 килограмм. Снег, потом шесть примерно таких петродуев, огромных, просто огромных, которые дуют этот снег. Горит пламя где-то, оно горит. Настоящее где-то, не настоящее, там, светом подсвечено. Огромное количество народа, техники, краны, которые там по 5 тонн поднимают. Какие профессионалы, боже, я не могу. Команда, люди из 26 стран участвовали в этом фильме. Все говорят на трёх. А где вы их селите всех? Мы их селим в разных местах. Гостиница. Частный сектор. То есть вы те люди, которые ещё и гостиницам помогают. Да, мы должны сделать всё для фильма. Фантастика. Абсолютно. И должны ещё выбить цену хорошую. Но вот цен у нас нет, мы снизили в 7 раз. 7 раз. Это не потому, что у нас там просто нет денег. Потому что надо снимать в бюджете. Такой шик. Очень легко скидать фильм за 200 миллионов и даже провалить его. Это легко. И забыть про него. А снять фильм так, чтобы он стоил 10, а выглядел на 50, вот это искусство. В общем, они всё могли снять в Риме. Я сейчас скажу, что потом мы этот самолёт погрузили на машину и отвезли в Италию. В город. Да, в картину Дампетца. Ах, как там было. Закинули туда на гору на 3000 метров в высоте. И там уже досняли сцены, которые надо было снимать. В реальности, то есть. Но это невозможна красота. Все туда приехали. Итальянцы говорили, мы первый раз видим таких людей, которые с собой привезли не только мастеров. Мы же цеха привезли. Нет, самолёт это понятно. Ну, говорят, привезли с собой ещё и тазики. То есть мы везли всё, потому что экономия жёсткая. Мы поняли, что в Италии снимать с итальянцами будет, а, намного дороже, а, б, не так надёжно, как с нашими. Потому что итальянцы – это совсем другие работники, чем наша удивительная команда. Наша команда удивительная. И мы приняли решение отвезти всех туда. И мы как будто бы переместили. Мы сто человек отвезли своих на автомобилях, со всем реквизитом, со всем самолётом. Туда и сняли. Месяц снимали ещё в Италии. Сэкономили для фильма около полумиллиона. А где… Это телесериал, да? Правильно? Это как бы фильм… Первая новая платформа. Расскажите, где можно увидеть его. Это платформа Кьюби. И у них своя система. Они придумали разбивать фильм по 10 минут и выдавать по 10 минут серию, чтобы можно было смотреть с телефона. Это такой современный подход. А, кстати, люди, которые открыли Кьюби, они владельцы… Это Джеффри Катценберг, который был владельцем DreamWorks, который очень много сделал в кино. Шрэк, ну, то есть один из самых больших продюсеров. И наш фильм был как бы первым флагманом открытия… Премьера, открытия этого канала, да. Открытия нового носителя. Времени в эфире мало. Знаете, я должен сказать, что всё звучит очень красиво. Кино на самом деле лучше ничего нет в мире, чем снимать кино. В любой позиции. Ну, это очень трудно. Если ты реквизитор, или если ты член команды, который кормит это кино, или который убирает потом после того, как закончился съёмочный день, когда у тебя утро наступает, если, например, съёмка начинается в 5 вечера, а она кончится в 5 утра. Ну да, там очень много, конечно, такого тяжёлого, но каждый раз через 2 дня все начинают звонить и говорить, когда следующее. Когда следующее. Я хочу сразу, пока не забыла, спросить. Вот появились у вас, Игорь, у тебя на страничке… Да, у меня тоже. И у тебя на страничке в социальных сетях такая красивая картинка. И написано «Три сестры накормят лучше всех». Что это? Давайте расскажем. Три сестры рядом. Нанесём пользу какую-то, нанесём пользу. Я скажу, что это такое. Во-первых, я упомянул про Китеринка, что мы стараемся всё время, чтобы на съёмки команду кормили хорошо и вкусно, потому что люди находятся там 12 часов каждый день. Многие носят очень тяжёлые какие-то предметы, свет, оборудование, и нужно хорошо есть. Ну, физически очень трудно, конечно. Это не всегда происходит на съёмках всех фильмов. Очень часто вообще еда называется, которая кормит, кинокорм. Киноформ. Понимаете, да? То есть мы всегда заботимся о том, чтобы это было вкусно. И вот в поисках этого мы искали кухню и случайно нашли какую-то хорошую кухню по очень такой хорошей цене, и она оказалась в Старой Риге, и мы позадим, а зачем нам только кухня? Давайте откроем, будем кормить ещё людей вокруг. Ну, то есть основная затея – это кеттеринг всё-таки. Ну, ещё мы… Как бы киноеда, да. Киноеда. Но поскольку… Тематическое кафе такое, да? Ну, нет, это три сестры рядом с тремя вратей. Это просто хорошая еда, достаточно дешёвая, и чтобы быть вкусной в то же время. Хотя нам повезло, у нас здесь два потрясающих повара, и они у нас за маленькую цену ресторанная подача. Насколько я успел как бы вникнуть в терминологию. То есть где это находится? Поскольку рядом три брата, у нас просто было эмоциональное… У вас не было выбора. Да, решение, чтобы им не было скучно, открыть рядом три сестры. Вот теперь в 20 метров от трех брата есть три сестры, и туда можно зайти, и, в общем, вкусненько покушать. Это такая домашняя шоу-маркетинговое предложение. Сделайте тематический коктейль или там с какими-то… Насколько тематический бургер? Да, как он называется? Три сестры. Три сестры. Каждая там добавляет своего в это. Сейчас это три сестры страны, которые были каким-то образом влиятельны в Латвии. Ну, а мне Чехов сразу. Нет, нет, там, ну, все, ради бога, пусть будет Чехов. Но здесь три сестры, три страны, которые участвуют, и готовится даже портрет этих сестер, там он будет висеть. Ну, я не буду сейчас говорить, в общем, у нас есть знакомый художник, у нашей знакомой есть знакомый художник, вот так вот, в Италии, очень известный, который работает в стиле поп-арта и который напишет нам «Три современные сестры». Через недельку эта картина появится на стене, может будет висеть и зреть. Да можно просто в судьбу зайти прямо сейчас. Ну, еще из новостей очень важно, что приняли решение кормить, безусловно, надо сказать спасибо, и хочется сказать спасибо врачам. Ну, вот прямо искренне охота это делать, поэтому, что мы можем сделать со своей стороны? Ну, там, мы можем, конечно, и в кино их снять, но мы можем их и накормить дешевле. Ну, то есть, можно просчитать, что это… Ну, мы на месяц приняли решение, пока вот эта вся ситуация снова возобновляется. За 50% цены кормить любого врача, который придет и покажет врачебное удостоверение. Это очень просто. Ну, мы, между прочим, может быть, и продлилили. Вот видите, какая новость, да? Ради бога, мы, может быть, и продлилили. Мы так полюбим кормить врачей. Дорогие радиослушатели, вы слышали, да, вот эту новость? Знакомые врачи. Пожалуйста, пожалуйста, прогуляйтесь в старый город, сели красиво. А может быть, вас увидят там продюсеры и после этого пригласят. Кстати говоря, вполне, потому что там, конечно же, обедают и ужинают актеры голливудские, режиссеры. Безусловно, безусловно. И там есть картинки такие с текстом, можно увидеть, и на одной уже там написано. Потому что один из наших звезд голливудских уже пришел, поел, говорит, а мне тут. И подписал что-то от себя. Там такое, видимо, будет прибавляться. Это совершенно спонтанно. Потом на аукцион. Так что вот еще такой источник дохода на будущее. Да, время у нас как-то неумолимо быстро бежит. Светлана вот надо мной смеется, когда я все время ее спрашиваю про Мики Рорка. Я и сейчас спрошу. Мики Рорка, он обязательно приедет. А что у нас с Мики Рорком? Он приехал? Давай начнем с того, как он вообще здесь появился, когда и почему он здесь засидел. Ну, он снимался в кино. И совпало так, что он прилетел, а на следующий день закрыли границы. Ворхант, да? Да. Переводится это название на русский как охотник. Охотник войны, да. Ну, так скажем. Они ищут, да, охота, у них война. И это такой азарт войны. Это мистический такой фильм. Мистика. И начали вы его снимать как раз, когда... И прямо на следующий день закрыли границы. На следующий день, в смысле? Ну, какой-то я не помню. Ну, мы в феврале начали, а март пришел. Не, начали, да, потом. И так далее. Я не помню подробностей. И в какой-то момент мы поняли, что вот начнется сейчас закрытие границ. И есть у меня партнерша, которая здесь не присутствует, потому что у меня есть время, а у нее нет времени. Вот есть Юля Зайцева, которая работает с утра до вечера, и потом ночью, и потом утром. Потому что надо звонить то в Китай, то в Америку. И это просто бесконечно. У нее нет времени, чтобы прийти на радио. Ну, это как бы... Человек, который очень много делает сегодня для того, чтобы кино было здесь. И в какой-то момент, когда мы поняли, что сейчас все закроется, она позвонила Микки Рурку, его агенту. Сказала, что можно ли приехать пораньше. Это нереально. Это всегда нереально, если звезда класса А, а давайте пораньше. Что? Куда пораньше? Вот. И вдруг она с ним поговорила, он сказал, я прилечу. Я прилечу раньше. Вот вас я поддерживаю. Я человек команды, и я понимаю, и он прилетел раньше. Сколько счастья? На 10 дней раньше, чем должно было быть по контракту. А он предполагал, что он может застрять в Латвии? Он все понимал вообще. Он же очень трезво мыслищий человек. Я могу сказать, пацан отличный. Он просто очень хороший. Да он вообще из пацанов, из банд. У него все родители, все умерли от пьянства, все половины были бандитами. У него лицо, конечно, такое странное. Но какие глаза, боже. У него судьба. Это реально. Он рассказывал, что он был в бандитской банте в Нью-Йорке. И в какой-то момент главарь мафии сказал, тебе надо либо идти дальше к бандитам, либо в актеры. Потому что у тебя есть талант. Он сказал, если ты хочешь быть актером, я тебя дальше не пущу. И он пошел в актеры. Сердце ангела – это высочайший пилотаж. Это просто много раз можно смотреть и не понимать, как он это делает. Конечно, он стал притчево-языцем, кстати, ему операциями, лицом измененными и так далее. Это же прелесть, как люди любят поговорить об этом. Да, да. Но человеческий – это один из удивительных людей. И он такой романтик. Он сидел здесь. У нас много съемок было в лесу, в латвийском. И он потом приехал в Америку и там рассказывал в интервью, что я, когда был в Латвии, я вышел во время, ну, между съемками, у меня был перерывчик, я подошел к дереву. И такая связь у меня вдруг с этим деревом. И я сказал этому дереву, дерево, я люблю тебя. И оно сказал мне… Адистанин – точно романтик. …сказал мне, я тоже тебя люблю. Я не могу. И у меня осталось сердце в этой Латвии. И он говорит, потом я вернулся в Америку и подошел к дереву и сказал, дерево, я люблю тебя. И ничего не ответила дерево. Она умолчала мне в ответ. Я так мечтаю. Это можно, если есть в интернете, можно это найти. Он вернется, конечно, сюда, потому что это уже совершенно… Вы закончили же съемки. Мы закончили съемки. Это не было просто, но мы получили специальное разрешение от правительства на то, чтобы завершить эти съемки. Мы, когда еще нельзя было у нас по спецразрешению, у нас, конечно, с соблюдением всех предосторожностей и правил, мы везли 18 человек из всех стран, и мы завершили в июне съемки. Мы обеспечивали все, конечно, чтобы не было никаких претензий. Когда мы снимали во время, в марте еще, когда приходила полиция, смотрела, у нас было обеспечено больше, чем нужно средств безопасности. У нас мыли температуру, у нас раз сколько-то мыли руки и так далее. У нас не было… И даже было скандальное такое немножко. Мы не собирались открывать информацию, но у нас кто-то там ее куда-то слил, грубо говоря. Человек, который открывает ворота. Да, это да. Вообще, а ему им надо зачем это? Кто-то что-то снял, какое-то видео, все говорят, ой, они снимают. А на этом видео видно, что все в масках. Вот ему это зачем? Представь. И вдруг оказалось… Вместо того, чтобы сфотографироваться с макерологом, он… Да. Ну, ладно, это так сказать. Алло. Вот, так что надо сказать, огромное количество людей. Вот мне здесь нет многих в студии. Нет там Максима Павлова, нет. Нет Светы, Пунта, нет Юли. Кристины, Саши. Там вообще у нас офис, а Денис вырос. Да, есть люди, с которыми мы работаем много лет. Более десяти, наверное. Душ побольше, да. Да, наверное, более десяти. Если не тринадцать. И которые как тело уже человека. Все разные, бывают разные. Бывают конфликты, бывает что-то. Кто-то женился, может, потом не на том и опять развелся. Мика, да, у нас, конечно, дети рождаются. Дети рождаются. А прям в отряд. У Светы, у Мики, у Мальчики. Своя страна какая-то. У нас в нашей компании за последние три года, четыре, наверное, да, родилось раз, два, три. Четыре. Четыре. Один из пять. Один из пять, да. Пять детей. А, Саша, шесть. Шесть детей. Да с ума сойти. Представляешь, мы будем делать собственный детский сад, я думаю. Вот растет новое поколение. Давайте ждем заявок, кто хочет быть нашим воспитателем в детском саду. Давайте лучше вы расскажите. Люди будут спрашивать обязательно, как попасть к вам на кастинг, вот если вдруг вы будете набирать. Форма про фильм. То есть набираете же людей. Конечно, надо, естественно, и сейчас у нас кастинг. И периодически вижу. Так у нас и сейчас кастинг. Сейчас кастинг тоже, да. А мы ищем сейчас таланты. Мы ищем всегда таланты. Это и дети нам нужны, и рыжие, и беззубые, и с зубами, и взрослые. Сейчас мы ждем появления очень красивого, брутального мужчины, чтобы еще у него в голове что-то было. Хорошо. Все услышали, все запомнили. Да, да, можно смело звонить, приходить, писать. Пожалуйста, кто знает мои контакты, я есть в Фейсбуке. Ника, она тоже принимает. Ника Степанова тоже можно найти в социальных степени. Она координатор кастинга, да. Можно писать, и все. Никого не пропустит. У нас нет такого, что... Отличная информация. Еще я хотела спросить про фильм «Ван Гоги». Да, это тоже ваш фильм. Скажите немножко, как это вообще возникло. Там сюжет такой интересный. Это друг у Игоря Ливнев. Ну, не могу сказать, что... Не, они теперь очень большие друзья. Ну, есть такой человек, Сергей Ливнев, который когда-то написал, будучи совсем юным, сценарий «Асса», потом работал с Соловьевым много-много лет, потом стал продюсером, делал как продюсер «Страну глухих» и так далее, и так далее. Очень много проектов. И потом уехал в Америку, в Англию. Он гражданин сейчас, по-моему, трех или четырех стран одновременно. И несколько лет назад ему порекомендовали к нам обратиться, чтобы снять фильм. Нас, да. И мы сняли. Такое авторское кино. Ну, там такое созвездие актеров. Очень много актеров. И Остраумова, и Авангард Леонтьев, и Немоляева, да? И Лесная совершенно. И Коренева, и Леванга. И Леночка какая. Ой, Альбрыкский уже молчил. И, конечно, Серебряков. Да, Серебряков, да. Какой дуэт. И вообще это то самое кино, по которому скучают все те, кто когда-то рыдал над этими невероятными сагами, невероятными кино настоящими. Оно такое неспешное. Оно такое раздумчивое. То есть это конфликт любви и нелюбви отца и сына, да? Отца играет Даниэль Альбрыкский. Я думаю, это конфликт любви с любовью. Да, наверное. Просто какое-то непонимание. Ну, то есть это не уникальная какая-то история. Обычное дело, да. Тем она и, наверное, и местная. Она еще во многом… Она, наверное, личная для Сергея. То есть я знаю, что она личная. И не впрямую, как это написано в фильме, но когда родитель успешен, когда у него аплодисменты, то очень часто для ребенка это оказывается совсем другой стороной. И он не чувствует. Его нет, этого родителя. Хотя внешне все удивительно хорошо. Красиво, невозможно снято кино. Очень красиво. Все снималось полностью в Риге, да, в Юрмале почти все. Ох, на даче какой-то знаменитой. Да, это дом Морбергов в Юрмале, один из самых красивых. Он был пустой, но, конечно, туда был удивительный Эдик художник. Удивительный просто, который наполнил этот дом так, как будто бы казалось, что все здесь так и стояло веками. Ну, по сюжету фильма, известный хоровой дирижер, папа главного героя, он там какой-то заслуженный артист. И все, что у него накапливалось, все закопилось в доме. Фильм стоит посмотреть. Стоит посмотреть, это правда. Про этот фильм надо сказать такую историю, когда что-то пошло не так. Папа должен был быть мамой. Вообще-то сценарий был написан про маму. Вот как. Да, но одна актриса не смогла. Ну, просто пожилые актрисы не любят, когда их еще хуже старят. Да, и у нас была актриса, достаточно известная, не будем называть имя, ее начали гримировать, и она пока шла к камере, она грим старого лица, она как бы в фильме должна была умирать. Она умирает. Там в деменции она должна становиться совсем уродливой. И она немножко подмазывала грим немного, чтобы быть получше перед камерой. И режиссер подумал, не получится. И за два дня просто он изменил. Да, в последний момент он просто переписал на папу, и появился Альбрыхский. Как вы его заполучили, это Альбрыхского? Это что же? А вообще очень много в кино наличных связей. Просто позвонили и сказали, приезжайте. Нет, ну правда, в кино очень много наличных связей. Кто-то доверяет кому-то. Вот Альбрыхский доверял его. Ну это, во-первых, Сергей, очень многие связи с Сергеем. Он хотел многих снять, он со многими не виделся. Многие актеры, которые снимались в этом фильме, давно не живут в России. Это его друзья, которые живут где-то. Лена Коренева много лет жила. Ты хочешь всегда с ними кого-то, кто тебя понимает? Конечно, тебе нужен диалог. Это же, конечно, важно. Конечно. Я даже тоже там снялся в «Маленькой роли». Меня подрезали, правда, там сильно. Я, наверное, так все и был. Но мама у меня была не Маляева. Всякий случай, да. Красота. Ну, в общем, автограф оставил, да? Да, небольшой автограф. Как автограф. Киноавтограф, да. Ну фильм, в общем, о границах, если так в целом сказать. И во всех смыслах. И о границах через сердце, которые проходят. И о границах, которые разделяют отца и сына, но они потом встречаются. Он, по-моему, или позапрошлый год получил очень много. Да, он на фестивале. И на кинотабре он получил премию, и в МИК он получил. В Риге тоже. Я не знаю ни одного человека, который смотрел бы и не сказал, я продав. Даже, ну, мужчины говорят, это то, что хотелось мне от кино. Вот этого дыхания, это мысли основное какое-то, которое ты просто догадываешься, что она существует, эта мысль. Здорово. Что еще голливудское сейчас у нас в Риге? Ну, вот два кино мы вот закончили. И сейчас вот будет два кино. Сейчас на планах два фильма, которые уже как бы полностью... Ну, как всегда, нельзя говорить, пока ты уже его не сделала. Не-не-не, ну, секреты не будем выспрашивать, ладно? Вы знаете, вот как у курицы яйца появляются внутренние? Нет. Вот если заглянуть в курицу, вот одно яйцо вылезло, а там внутри еще штук 15 зрели. Понимаете, вот такая вот... Хороший пример запоминающийся. Хорошо, да, золотые. Да. 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 Вот так вот мы пытаемся... Ну, некоторые яички, знаете, вылетают, убьют, бьют. Давай будем говорить, яйца как-то не медицинская программа говорить про яички. Светлана, ну, все в какую-то сторону ты думаешь. Я думаю о кино, а ты о чем думаешь? Нет, ну, яйца все-таки, это куриные, это точно яйца. Ну, да. Некоторые проекты уже, он вроде вот израиль, а потом бил, бил и не разбил это яичко. И он уходит. Это очень сложно, это очень-очень сложно оформить, полностью найти финансовый проект, потому что мы не только снимаем как фильм-сервис, в последнее время мы еще и финансируем эти проекты. То есть полностью продюсирование? Полностью, да, включая и дистрибьюцию и так далее. Ну, ясно, да, вот у нас осталось буквально две минуты. Я хочу вас поблагодарить за интересный рассказ, и очень многое мы, конечно, не успели сегодня сказать. Надо как-то будет продолжить. Что-то, если есть, еще важное. Еще важное, если вы не знаете, куда идти учиться и чем заняться, учитесь на кино, на какую-то профессию. А где сейчас у нас можно учиться на кино? Сейчас идите к нам, тоже мы можем попробовать. Вдруг вы будете талантливы. А у нас очень много людей, которые идут сначала просто держать пледы, а потом постепенно вырастают в очень интересные персоны. Они потом понимают, что они хотели бы заниматься светом или звуком, или костюмами, или вообще еще художниками становятся, или художниками для кино, операторами. Вы не понимаете, что полригия, которая переквалифицируется и вынуждена менять работу, придут к вам держать пледы? Нет, Ридочка, пускай приходят. Просто если кровь не та, постепенно они уходят. Тут не надо, тут какой-то самосер. Дальше назад, может быть, восемь, я разговаривал с одним ректором и главой одного института и говорю, давайте сделаем курс аудиовизуальных искусств. Он говорит, кому это нужно будет? Я говорю, знаете, это будет нужно через два-три года уже нужно, а потом еще больше нужно. То есть ты уже предвидел голливудский проект. Да, и сейчас этот курс, он есть, и он кормит этот институт. А юристы и менеджеры больше никому не нужны. Ну, это да. Ну, может, они нужны, но это тоже нужно. Ну, в другом, уже совершенно в другой пропорции. Да, это тоже нужно. А раньше все на них учились. И сейчас, через какое-то время, будет здесь такое количество кино, что не будет хватать кадров. И нам придется привлекать их из Польши, из Украины. А лучше бы брать своих. Вот Света сказала тему по поводу латвийских актеров. Да это счастье. Сейчас латышские актеры потрясающие. И мы какое-то время до того, мы всегда делаем кастинги. И поскольку у нас английский язык должен быть чистый, то приезжают люди из Англии, из Швеции. Где очень мотивированные актеры. А сейчас, вот мы снимали Ворхенд, и у нас было несколько латышских актеров. И все на равных, возгневудскими. Просто некоторые на равных, а гораздо сильнее. Они прекрасны, правда. И это очень хорошо. Мы очень хотим, чтобы у нас появились свои кадры, свои режиссеры, свои актеры. И я поэтому говорю, растите, пожалуйста. Пожалуйста, растите. Идите, идите, послушайте меня внимательно. Учите языки. Вот прям учите языки. Надо знать очень много языков, потому что вот это границы все тебе открывают. Возможности столько, если ты знаешь языки. Боже, учите какой угодно. Английский, польский, итальянский. Да любой учите. Русский обязательно. Спасибо вам за такой заряд неукротимой энергии, за очень интересный рассказ. У нас сегодня гостями личного утра были Игорь Прунин, продюсер и актриса Светлана Иванникова. Спасибо всем, кто был с нами.